Добрый день. Меня зовут Елена Саженикина. Я являюсь руководителем отдела продаж в соцсетях компании Online Tours. Уверена за эти четыре дня, что идет интенсив, любезно организованный Profit Travel и комитет по туризму города Москвы. Вы узнали очень много полезной информации и, надеюсь, в ближайший час так же будет для вас продуктивным. Я постараюсь все для этого сделать. Кстати, пока народ протягивается, у меня лично Profit Travel вызывает очень нежные чувства, потому что в заре своей карьеры я была как раз тем самым менеджером, который писал на стене ВКонтакте, что, Олеги, помогите, какой лучше выбрать отель в Египте. Да, не все знают вообще, завествует ли сейчас эта страна на карте, но тогда это было очень важно. Если кто-то тоже писал такие сообщения или испытывает похожие чувства к Profit Travel, давайте напишем в чате, заодно проверим, как меня слышно и видно. Спасибо, Profit Travel. Да, спасибо, Profit Travel. Очень приятно, что мы с вами на одной волне, что такие люди тоже есть. Так, ну что, давайте начнем потихонечку. Давайте еще пока как раз расскажу, как я знаю, про компанию онлайн-турс. То есть мы занимаемся продажей туров онлайн. У нас есть офис клиентский, не франчайзи, если мы будем брать офис, то вообще у нас нет менеджера по работе с клиентами. То есть подбором в офисе мы не занимаемся. Все происходит онлайн. И наш отдел продаж в соцсетях работает с запросами только из соцсетей. Добрый день, да, добрый, кто подтянулся. Добрый день. Сразу могу вам сказать, что очень много плюсов у продажа онлайн, по работе онлайн с туристами. Но и есть некоторые сложности. То есть сам процесс продаж, он организован чуть более сложно. Менеджеру нужно больше вкладываться в него. Но если вы научитесь это делать, когда... Когда к вам откроются новые возможности. Добрый день, да, добрый. Нет звука. Может быть, попробуйте перезагрузить, потому что звук должен быть. Всем остальным слышно. Да, звук есть. Да, спасибо. Попробуйте перезагрузить, пожалуйста. Отлично. И сегодня мы с вами поговорим как раз о том, как действовать в новых реалиях, да, как работать в переписке с туристами, надеясь, что очень скоро всем пригодится, всем мы верим в лучшее. И вообще учеба – это то, что заставляет человека отвлечься от того, что происходит, от этих ситуаций, и создаёт настроение, потому что рост внутренний, да, это всегда радостное событие. Давайте посмотрим. Какие же точки роста вообще возможны на карантине? Простите меня за этот майлик, но мне кажется, он очень сюда подходит, да, вы спросите, какие точки роста, если все турагенты и турагентства чувствуют себя именно так, как изображён наш ленивец. На самом деле основные точки роста я вижу, какие. Это аудитория, да, то есть сейчас у вас, если вы не были представлены в соцсетях, самое время туда зайти, и если вы там представлены, то, безусловно, нужно наращивать свои мощности, расширять аудиторию и не только сохранить своих туристов, текущих, да, но и, соответственно, увеличить количество будущих клиентов ваших. Об этом сейчас рассказывала моя коллега Ольга Ермулина. Если кто-то не успел записать её контакты, может писать мне тактичку, я вас состыкую. Он знает у нас тысячу и один способ, как развить ваши соцсети в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме и, соответственно, получить от ваших подписчиков реальные заявки. Ну, это, да, специальные люди. И второй момент – это перейти в онлайн. Это шикарная возможность сейчас перенастроить все свои системы. Когда мы работаем с вами, с туристами, то, да, как бы хочется отмахнуться, да, мне некогда этим заниматься, у меня и так есть продажи, а уж сезон вообще не до этого, даже думать некогда, то сейчас как раз то самое уникальное время, когда можно сесть, выдохнуть и перенастроить все свои системы на продажу онлайн. Я не призываю вас закрывать офисы, безусловно, они останутся, но вы можете перенастроить свои CRM-системы, подключить сайт, да, чтобы у вас была настроена продажа онлайн, платежи, полностью весь процесс, договора, как это будет происходить, да, то есть поставьте, пожалуйста, давайте так проверим немножко, перекличку сделаем, плюс поставьте, кто вообще что-то продает удаленно, да, много плюсов, у кого это настроена система автоматически, минус, кто еще не работает, а кто только делает продажи в офисе. Так, отлично, отлично, есть плюсы, это очень хорошо, что вы уже как бы ступили на эту тропу, и есть минусы у тех, у кого этой системы нет. Текущий момент, ну, я думаю, что это знают все, это со всех сторон идет информация о том, что все переходят на онлайн, да, на работу онлайн, и какие это даст выгоды для нас, для турагентств. То есть люди, они потихонечку перенастроят свое сознание на то, что покупки можно совершать только в офисе, и они начнут... Шестой год на удаленке, отлично. По переписке, да, по переписке, ну, здесь есть тоже свои нюансы по переписке, да, о том, как оформить договор, о том, как оплатить, какие взаимоотношения и так далее, переводы на карту, это тоже все очень неустойчиво, поэтому сейчас как раз самое время начать перестраивать свой бизнес-процесс, да, настраивать его, погонять. Да, спасибо, я тоже постараюсь, чтобы вы услышали что-то новое. Так вот, люди перенастроят свой мозг на то, что можно покупать онлайн, и тогда мы туры тоже сможем продавать с большей легкостью. Безусловно, останутся те люди, которые будут приходить в офис, но все равно это начнешь входить в привычку. То, что можно оплачивать, можно заключать договора, да, то есть все это официально, приходят чеки на почту туристам, они будут достаточно спокойны. Значит, две точки роста, постарайтесь сейчас именно этим заняться, то есть удерживать и расширять аудиторию в соцсетях. Напомню, Оля Ермольевна может вам с этим, в принципе, помочь, подсказать, у кого нет контактов, пишите мне, я дам, и заниматься настройкой своего бизнеса на онлайн взаимоотношения с туристом. Это сейчас очень важно. Смотрите. Предлагаю сегодня как раз сделать первый маленький шажок, шаг в будущее, и пообщаться о том, как же переписываться с туристом, как продавать ему туры в переписке, поэтому начнем. Сейчас на экране вы видите примеры неудачных диалогов. Я думаю, независимо от того, продаете вы оффлайн или онлайн, вы все сталкивались с ситуацией, когда турист говорит, мне надо подумать, да, спасибо, я посмотрю, посоветуюсь с мужем. Действительно, даже в офисе, когда ты сидишь, досмотришь человеку в глаза, достаточно тяжело сориентироваться. А уж если ты переписываешься, вообще непонятно, что делать-то дальше, да, вроде все поблагодарили, попрощались, как выйти из этой ситуации. Кто сталкивался? Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, и много восклицательных знаков, если какие-то такие ситуации вызывают у вас все-таки трудности с ответом. Отлично, отлично. Тогда давайте как раз и посмотрим, что нам может в этом помочь. Выходить из таких ситуаций победителем и все-таки продавать всем этим людям. В туризме у всех был, да, конечно, это все правильно. Почему не получается продавать в переписке? Сейчас мы как раз с вами все это обсудим, посмотрим примеры и примеры ошибок и в то же время правила, которые вам помогут работать с туристами онлайн и выходить на бронирование. Первая трудность, да, скажем так, не то чтобы ошибка, а именно трудность перестроить свое сознание и отнестись серьезно к тем запросам, которые туристы пишут вам в соцсети. Почему? Потому что, ну, вроде как он шел мимо, да, написал, вообще неизвестно, что он хочет, поэтому, скорее всего, можно просто от него отмахнуться, либо забыть, либо отнестись к нему, как бы, слабым приоритетом его сделать, да, то есть сначала обработать тех, кто пришел в офис, если человек уже пришел, у него серьезные намерения или позвонил. Но на самом деле, если человек к вам обратился, значит, он уже потратил свои силы, да, на то, чтобы где-то что-то посмотреть, как-то с вами соприкоснуться, значит, у него действительно есть интерес. И если мы не будем работать с вами, с этими туристами, с этими запросами, то это, во-первых, просто для руководителей выброшенные деньги, да, на рекламу, на маркетинг, а для самого менеджера это потеря зарплаты. Потому что эти люди действительно покупают и нужно с ними хорошо прорабатывать. Вот, кстати, пример я здесь на слайде вам поставила. Это не про туризм, это моя личная ситуация. Я наблюдала в Инстаграме очень долго за группой закаливания. Мне нравились их посты, мне нравились их технологии, да, советы, которые они дают. И мне очень хотелось бы поучаствовать, да, то есть присоединиться к ним. И я посмотрела сайт, не нашла там информации ни про расписание, ни про цены, и просто написала им в Инстаграм, да, то есть расскажите мне, пожалуйста, подробнее, на что меня просто послали на сайт. Вот уже прошел, наверное, год или даже два, как я, соответственно, не доеду до них. Они находятся очень далеко, мне просто нет возможности туда съездить и потратить на это время. То есть люди просто одним сообщением потеряли клиента, который был настроен серьезно и был настроен нести им деньги. Следующая проблема в том, что когда мы звоним туристу, и он не берет трубку, чаще всего, либо не отвечает нам в соцсети, да, в мессенджерах, мы считаем, что он передумал, что он где-то купил, и перестаем с ним общаться. Нужно на данный момент, да, опять же, разрешить туристу не брать трубку, представить, понять его, что он может быть в этот момент на завещании, он может ехать за рулем. Он, как на слайде представлено, да, просто сейчас находится в роуминге и не может вам ответить. Поэтому нужно разрешить ему переписываться. Самый простой способ. Следующий момент, да, он очень похож на первый, это то, что в переписке легко игнорировать. То есть вы написали туристу, он вам что-то ответил, вы спросили, а он молчит. Он молчит, и все. То есть, может быть, он ушел готовить, может быть, ему позвонили, он молчит, вам не отвечает. То есть что делать в этой ситуации? Представьте, что вы разговариваете по телефону, и вдруг турист замолчал. Что вы будете делать? Напишите варианты, пожалуйста, в чат. Как вы будете поступать? То есть произошел звонок, турист сделал запрос, вы начали с ним разговаривать, и вдруг он замолчал. Да, да, мы спросим, Алёна, связи, зададим вопрос, все правильно. Уточним, здесь ли он, безусловно, конечно. Мы не будем молчать в ответ, правильно? Мы начнем ему что-то рассказывать, что-то спрашивать, как-то вызывать его на диалог. Молодцы. Вам удобно сейчас? Не важно, что это будет вопрос или ваш рассказ, но вы продолжите с ним говорить. То же самое абсолютно... Да, да, вы слышите, Алла. То же самое должно происходить и в переписке. Да, вы не должны замолкать, нужно продолжить диалог. Могло случиться что угодно. Может быть, это какой-то рабочий аккаунт у человека, у него просто бежало ваше сообщение, так же, как бывает и у нас в менторе. Может быть, он просто отвлекся. Ну, ему, может быть, и самому потом неудобно вам написать, а вы молчите. Да, с вами все в порядке. Да, отлично. Поэтому не обращайте внимания на то, что человек замолчал, а продолжайте диалог. Старайтесь его вывести на общение дальнейшее. Следующее – это то, что в переписке очень сложно понять настроение. То есть когда турист приходит к вам в офис, вы ему улыбаетесь, вы здороваетесь, он видит вас, вы видите его. Понятно, в каком он настроении, понятно, в каком вы, вы можете ему транслировать свои положительные эмоции. В переписке это сложно сделать. То есть человек вам пишет, устал он сейчас, сердит, или он, наоборот, доволен. Да. Можно понять по-переписке, и мы как раз об этом чуть позже поговорим. Но очень часто я вижу такие диалоги. Капслог – вообще опасная штука, но, конечно, в каких-то ситуациях можно использовать. То есть при этом, при том, что вы знаете, как передать настроение, очень часто я вижу такие диалоги, где нет вообще никаких эмоций. Разговор достаточно сухой. Представим такую ситуацию. Вы пришли в магазин, и вам навстречу выходит менеджер. Он улыбается, у него там чистая выглаженная рубашка. Он начинает с вами разговаривать, где-то шутить, рассказывать что-то очень интересное, жестикулируя очень эмоционально, что происходит. Вы сразу располагаетесь к этому человеку. То есть вы уже готовы купить все, что угодно. Кстати, часто бывает. Пришел за одним, купил кучу всего, только потому, что менеджер был очень благодушен, внимателен и заботлив. Вот в переписке это очень редко используется. Молодцы, если у вас не так. Дальше. Далог растягивается. То есть что происходит? То есть сделал запрос, вы ему ответили, он молчит. Через три дня он вам что-то написал, и опять молчит. Очень тяжело собрать информацию. Если он пришел к вам в офис, да, пусть даже вы час там с ним два просидели, но вы узнали все, что хотели, сообщили ему все, что хотели, в переписке это может затянуться и там на день, на два, на неделю. То есть люди, вот я вам пример тоже привела на слайде, они пишут раз в три дня, в четыре и так далее. Они отвечают. Но опять же, это не факт, что этот человек не купит, у него могут быть какие-то на то причины. Как с этим бороться, мы сейчас чуть позже тоже посмотрим, где конкретика под действием. Вместе будут, когда мы с вами перейдем к правилам, как же работать со всем этим. Следующая трудность – это то, что в переписке никогда не обрабатываются возражения. Практически никогда. Если турист написал, коллеги, давайте идти по порядку, как всегда, не бывает волшебной таблетки, если это не систематические какие-то действия. Поэтому нужно сначала узнать причину, а потом понять уже, как с ней бороться, от чего у нас возникают сложности. Вот как раз сейчас я вам и показываю ту причину. Спасибо за консультацию. Цены мы приобрели рядом в агентстве. Да, это достаточно распространенная ситуация, если изначально неправильно проработать туриста. Перед тем, как вообще возникает возражение, происходит огромная работа. И мы должны с вами проработать туриста именно так, чтобы у него не осталось и вообще не возникло никаких сомнений и возражений. Но если такое произошло, чаще всего менеджер пишет, что спасибо, я на связи. И очень сложно вообще сообразить, как ответить. То есть здесь, смотрите, у нас турист пишет, что спасибо, я подумаю, пока прицениваюсь, и менеджер отвечает. Да, хорошо, рад помочь, обращайтесь. Спасибо вам. Да, это еще хорошо, что отпишется, действительно, потому что очень часто туристы просто замолкают. И работа на этом останавливается. Следующая проблема, я думаю, что эта проблема встречается не только в онлайне, но и в офлайне достаточно часто. И по телефону вообще особенно распространена. Это то, что менеджеры просто отвечают на вопросы. Именно такая ситуация приводит к тому, что они говорят, спасибо за консультацию, да, и цены я купил в соседнем агентстве. Вот это прямо основная причина, потому что менеджер, он не управляет диалогом, он является консультантом. У него спросили, он ответил. У него спросили, он ответил. Все. И зачем вообще туристу тратить на него свое время, свою энергию, если менеджер на него ничего не тратит, он просто дал ему ответы, турист получил, что хочет, и ушел в соседнее агентство. Вот она основная причина. Так, Галина, все, переходим. Как раз к правилам переписки. Начнем их обсуждать. Что же делать? Как избежать всех этих ситуаций? Как дойти до брони? Потому что там дали скидку. Да, я... Сейчас, секунду, продажи туров. Много времени готовить предложение в пустоту. Конверсия в таком варианте мизерная. Чаще это копеечные туры. Нельзя без личного контакта не продать эмоции, не получить ее в ответ. Путешествие – это, прежде всего, эмоции, впечатления только по переписке. Работа в корзину. Руслан, спасибо большое за такой комментарий. Вообще отличный. Прямо по порядочку хочу ответить. То есть... Так убегает у меня секунду, я верну его назад. Продажа туров по переписке только для тех, у кого много времени. Конверсия мизерная. Вот, смотрите. Также часто я слышу коллег, да, которые говорят, что для соцсетей конверсии 10% – это вообще супер. Кто с этим согласен, поставьте плюсики, пожалуйста. Сейчас я себе скопирую. Руслана, чтобы не убежала. Все, ставьте плюсики. Да, 10, 15. Вот, молодцы. Отлично. Вот, смотрите. Мы в компании обучаем работать с туристами так, что у нас новичок, новичок, который вообще не работал в туризме, это реальные кейсы, работает через пару месяцев, тройку с конверсией, минимум 20%. Минимум. Только по запросам соцсетей. Люди, которые работают уже у нас достаточно давно. Да, это логично, конечно. Но мы же работаем с теми же самыми запросами, что есть и у вас. Если вы начнете развивать свои группы в соцсетях, у вас будут те же самые запросы. И вы сможете, просто научившись правильно действовать, работать с такой же конверсией выше. То есть те, кто у нас работает давно, это конверсия минимум 30%. Оно в целом доходит до 60%. В соцсетях, да, это не офис, именно в соцсети. Что, Руслан, смотрите, если правильно научиться, это перестанет быть работой в корзину. Это будет очень эффективная работа именно на броне. То есть соцсети позволяют нам содержать полностью, да, целый отдел продаж. Это не один менеджер. Это достаточно большое количество человек. Дальше. Это часто копеечные туры. Ну, это вообще, как бы я здесь даже не вижу смысла комментировать, потому что средний чек, он что, в принципе, мне кажется, в любом турагентстве порядка 100 тысяч плюс-минус колеблется, и в соцсети абсолютно не исключение. То есть онлайн мы продаем с точно таким же хорошим чеком. Ну, и по поводу личного контакта и эмоций мы как раз сейчас поговорим. Не будем, да, останавливаться, пойдем дальше. Первое – это приветствие. Когда вы общаетесь с туристом в переписке, вы должны написать точно такое же приветствие, которое вы сообщаете по телефону, потому что приветствие сразу настраивает ваш диалог на серьезный лад. Да, потом будем отвечать на вопросы. Я просто боюсь, что они потеряются, поэтому по ходу стараюсь отвечать. Ну, постарайтесь написать куда-то себе на бумажку, мы в конце обязательно обсудим. Значит, еще раз. Приветствие. Во-первых, вы пишете свое фамилия, имя, для того, чтобы человек понимал, что вы не бот, что вы конкретный человек, и вы готовы работать с этим туристом. Он уже будет выделять вас среди общего списка сообщений, особенно если он написал в 22 турагентства. Дальше, когда вы пишете название компании, это тоже запоминается, это лишнее бесплатное касание с брендом. Это очень важно. Первый пункт. Обязательно у вас всегда должно быть приветствие. Даже если турист вам написал там, «Здравствуйте, Елена, я бы хотел то-то и то-то», ответьте ему полноценно. Не начинайте сразу переходить к делу. Представьтесь. Это действительно очень важно. Это работает, и не было ни разу случая, чтобы турист написал, «Зачем вы мне это пишете? Я и так знаю, как вас зовут». То есть это действительно очень полезный инструмент. Следующее. Несмотря на то, что я вот тут как раз вам уже половину вебинара рассказывала о том, как важно переписываться и позволить туристу переписываться, обязательно всегда просите номер телефона. Такая специфика в нашем бизнесе, что в переписке очень долго и тяжело действительно выяснить все потребности. проработать туриста, да, уловить его настроение, спросить все тонкие вопросы, поэтому всегда берите номер телефона. В обязательном порядке. Без этого продолжать работу просто невозможно. Дальше. Третий пункт. Если турист молчит, если он вам отказал, все равно делайте вторую попытку. всегда вы должны дать объяснение, зачем вам телефон, чтобы он перестал. Не все хотят общаться по телефону. Это правда. Поэтому турист, он боится, он боится, что вы начнете ему сразу продавать. Как только вы ему позвоните, он будет обязан купить. Поэтому вы должны его успокоить, сказать, что, допустим, он пишет вам, «Я на работе, нет, я не на работе, я не даю свои номера телефонов, да, пожалуйста, напишите тут». То есть здесь вы можете его успокоить о том, что номер телефона вам нужен не для того, чтобы туда приходил спам, да, и вы названивали, а именно для того, чтобы узнать все его пожелания по туру. И после этого сделать вторую попытку взять телефон. На слайде, да, то есть здесь такой ход был применен, что, да, вы на работе, но давайте я тогда наберу вам после 18. И что мы видим? Турист написал свой номер телефона. То есть это реально работает. Делайте вторую попытку. Следующее. Если все-таки турист не дает вам номер телефона, что тоже бывает, бывают ситуации, когда мы бронируем тур вообще без номера телефона, то есть полностью по переписке. Тогда просто расскажите туристу, что будет происходить дальше, потому что действительно выявление потребностей по переписке – это достаточно сложный процесс не только для вас, да, но и для туриста. Чтобы он не чувствовал себя, как, да, там, что вы его пытаете, бесконечными вопросами, сразу предупредите его, да, запрограммируйте весь следующий процесс, что, Татьяна, хорошо, давайте, тогда я здесь сейчас задам вам несколько вопросов, да, чтобы уточнить ваши пожелания и подобрать вам максимально подходящие варианты туров, и когда вам что-то, если вам что-то понравится, да, то мы забронируем. Все. Вы настроили туриста, ну и, соответственно, обязательно добавить слово в конце «хорошо». Это прям фишка, запишите себе ее, то есть когда вы задаете вопрос, задайте в конце, добавьте, да, просто добавьте слово «хорошо» и упростительный знак, и это уже будет работать. Турист спокоен, он знает, что будет происходить дальше, он настроен на рабочую волну, то есть когда он выберет вариант, он понимает, что его нужно будет забронировать, а не просто он так к вам пришел, да, что опять же увеличит конверсию, о которой мы говорили выше. Так вот, Руслан опять пишет, что турист хочет только получить предложение по почте, и после этого он уходит. Если скидочников, ребят, ну, мне кажется, что про это все говорят, я даже не знаю, есть ли смысл об этом повторяться, скидочников не такой уж большой процент. Безусловно, все люди, наверное, хотят купить выгодность со скидкой, но тех, которым принципиально скидка, которые за 100 рублей уйдут от вас в другое агентство, их очень мало. Поэтому здесь все зависит от того, как вы работаете с туристом. Если вы представились, если вы наладили контакт, если вы выявили потребности, отлично презентовали, он никуда от вас не денется, и уж тем более за 500 тысяч рублей он от вас не уйдет. Давайте продолжим. Следующее правило – это никогда не ставьте точку. Как это происходит? То есть мы написали туристу и сидим, ждем. Мы уверены, что раз мы ему дали какую-то информацию, он обязан нам ответить. Но он ничем нам не обязан. Он получил информацию и ушел. Он дальше вообще не считает себя обязанным с вами разговаривать. Поэтому, когда вы пишете туристу, ваше сообщение обязательно должно заканчиваться либо вопросом, либо договоренностью о каком-то действии. Например, давайте посмотрим, что здесь у нас на слайде. То есть человек написал, менеджер отвечает и спрашивает, вам может подойти такой вариант. То есть диалог продолжается. Когда вы задаете вопрос, туристу уже тяжело замолчать. Он уже чувствует себя обязанным ответить. Если вы ничего не спросили, то он просто пройдет и будет молчать. Даже если он хотел купить, то его нужно подтолкнуть обязательно. То есть он всегда сомневается, как устроены люди. Мы все выросли на пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь». Поэтому обязательно нужно его подтолкивать и провоцировать диалог. То есть менеджер – это не консультант. Он должен обязательно управлять диалогом. Даже если мы вообще находимся в такой ситуации, что сначала нам инициатива всегда у туриста. Он обращается к нам с вопросом. Вот мы должны уметь эту инициативу перехватить и вести диалог. Поэтому никогда не ставьте точку. Только если вы договорились о чем-то, о каком-то следующем действии. Иначе у вас должен быть идти вопрос. То есть диалог должен продолжаться. В регионах 500 тысяч рублей имеют значение для туриста, к сожалению. Безусловно, 500 тысяч рублей – это достаточно ощутимые деньги. При этом стоимость тура – это еще более ощутимо. То есть если человек не уверен, что тур его состоится, что его поселят в хороший отель, он никогда не будет рисковать. То есть если вы ему все красиво расписали, он уже представил себя. Те самые эмоции, о которых выше писал Руслан, если вы все их передали туристу, если он уже отдыхает в этом отеле, он не будет думать о том, как сэкономить 500 рублей. Он просто на тех же самых возвышенных чувствах скажет, конечно, давайте бронировать, я уже хочу лететь в этот отель. Поэтому скидочники, действительно, которым не важно, где отдыхать, вот как раз те люди, которые покупают чаще всего самые дешевые туры, конечно же, они будут уходить. Но не факт, что это вообще ваши люди, что вы должны с ними продолжать работу. Влада, согласны со мной? Спасибо, если со мной. Так, хорошо, давайте пойдем дальше. Теперь как раз у нас идут самые эмоции, как их передать в разговоре, в переписке вернее. Это, безусловно, смайлики. Вообще, вот я помню, раньше, когда начинались имейл-рассылки, нас учили, что вообще в переписке никогда нельзя использовать смайлики. Это не деловой стиль забудки. Вот сейчас ситуация обратная. Смайлики использовать нужно. Конечно, не нужно их ставить, чтобы все пестрило, но вы обязательно должны ставить улыбки. В некоторых моментах, может быть, даже какие-то смущенные смайлики, смешные, все что угодно. Но их нужно обязательно использовать, чтобы человек чувствовал ваше настроение. Когда вы разговариваете с ним по телефону, да даже не в офисе, а по телефону, вы можете улыбаться, и он это чувствует. Вы можете детально выслушать клиента, получить ответы на важные моменты, которые нужно обязательно учесть. И самое главное – донести свой профессионализм. И тогда у клиента будет вкладываться впечатление, что он даже не доплатил. Конечно, конечно, люди готовы платить за экспертность, за то, что они уверены, что их отдых пройдет на высоте. Я думаю, что любой из вас, придя в магазин, не готов купить самую дешевую вещь. Он готов заплатить за то, что является соотношением цены-качества, что принесет ему максимум выгоды. Так же и в туризме абсолютно. Если это самый выгодный вариант, но не в плане цены, а в плане удовольствия, да, и, соответственно, сочетание услуг с ценой, то турист обязательно его купит. Не будет он покупать самый дешевый. Это вообще очень страшная привычка считать, что турист хочет купить дешевле. Очень страшно, от нее нужно отказываться и переучиваться. Так, давайте вернемся к разговорной речи, да. То есть мало того, что вы используете смайлики обязательно, да, то есть в разговоре это улыбка, это интонации, то в переписке это именно смайл. Плюс ко всему, старайтесь избегать официальных каких-то фраз. Почему? Потому что в соцсетях мы все немножечко друзья, да, то есть когда турист вам пишет в соцсеть, ну, все равно как бы отношения более теплые, чем даже когда он приходит в офис. Поэтому говорите простым языком с человеком. Используйте свои чувства, да, описывайте их. Например, вот на слайде такая ситуация, да, то есть здесь менеджер пишет, что извиняется за то, что долго не отвечал, да, извините, что ваше сообщение убежало в ленте. Почему? Вообще, да, опять же объясняет, почему я просил у вас телефон? Потому что нужно уточнить, да, что вы выбрали именно этот отель. Может быть, он вообще вам и не подойдет. На что турист отвечает, что да, действительно, мы пообщались с друзьями и вообще не хотим лететь в Турцию. Дальше мы используем те самые человеческие чувства. Мы их описываем, что мое сердце чувствовало, поэтому я и хотела вам позвонить, предупредить вас. То есть постарайтесь быть проще. Турист прислал смайлики, дальше пошел уже диалог, и, естественно, огромные шансы появились человека забронировать. То есть это та ситуация, когда человек нам пишет, что здравствуйте, сколько стоит этот отель. Мне кажется, для многих менеджеров это вообще самое страшное. Намного проще, когда он просто спрашивает, я хочу в Турцию, и пошли выяснять потребности. А вот когда он пишет вам, «Здравствуйте, сколько стоит такой отель?» Все теряются. Это значит скидочник, значит, он ищет где подешевле и так далее. У кого такие чувства возникают, когда вас спрашивают конкретный ценник, поставьте плюсики, пожалуйста, сейчас. Да, отлично. И, ну, здесь, как бы, я вижу это по своим менеджерам, это часто случается, прям вот практически ступор. То есть что делать дальше? Дать ценник, не дать? Что написать? Как ответить? Безусловно, мы должны дать информацию к листу. Мы не можем не ответить на его вопрос. Это будет, ну, практически уже неуважением с нашей стороны. Но дальше вариантов развития событий может быть масса. То есть человек мог, да, действительно, уже обратиться в не одно агентство, выбрать этот отель, прослушать про него миллион ситуаций, презентации, прошу прощения, и искать, где подешевле. Можно узнать, почему он интересуется этим отелем, а потом уже понимать, скидку считать или нет. Сейчас обсудим, да, хорошо. То есть первая ситуация. Он уже прошел по всем агентствам, он знает, что это за отель, он точно туда хочет, и он просто ищет, где подешевле. Не могу сказать, что это абсолютно безвыходная ситуация, но вырулить из нее уже будет достаточно сложно. При этом это достаточно маленький процент случаев. Чаще всего туристы либо услышали от знакомых о том, что я хочу в этот отель. Вернее, я ездил в этот отель, он замечательный. И турист не понимает о том, что друзья его ездили в Оранж-Каунте, вдвоем, парень с девушкой, тусили ночью напролет, пенные вечеринки и так далее, а этот конкретный турист, который к вам уже обратился, он летит с семьей, летит с детками, с инфантом, и он будет просто в шоке, когда он прилетит в этот отель. Поэтому работать с такими запросами нужно обязательно. Чаще всего люди вообще не представляют, зачем они хотят в этот отель. То есть они где-то услышали, увидели. Определившимися клиентам проще работать, чем с тем, который метается по земному шару. Все равно куда. Но на самом деле, если понять, что он хочет, с ним у нас становится так же просто работать, как и с любым другим. Поэтому если ситуация у вас такая, что человек запросил тур, работайте с ним, спрашивайте, почему он выбрал этот отель. Безусловно, подойдет ли ему ценник, тоже можно спросить. И когда вы начнете диалог, вы начнете выявлять, у вас как раз и пойдет процесс установления контакта. Человек вам потеплеет. И даже, может быть, он, если выясняет как раз стоимость, да, это тот самый человек-скидочник, он просто будет к вам расположен и скажет, вы знаете, а я вот в том агентстве, мне предложили на 500 рублей там дешевле. Ну, опять же, у вас уже появится шанс его забронировать. То есть вы поймете, с чем работать. Но чаще всего это человек, который не знает этот отель. Вы сможете выявить потребности, подобрать ему то, что нужно, и забронировать его. И он останется доволен отдыхом. В отличие от того, от той ситуации, когда менеджер просто ему со скидкой, там, не знаю, в 10% невозможной, которая не существует, этот отель забронирует. Человек слетает, поймет, что это совсем не то, что он хотел, не то, о чем он мечтал, и к этому менеджеру он все равно уже больше никогда не вернется. Поэтому еще по поводу использования разговорной речи. В этот пункт я хотела вам еще отнести презентации с вашими фотографиями. То есть побольше отправляйте видео и фотоматериалы туристу. Не скупитесь, рассказывайте ему все в ярких картинках. То есть по этому пункту у нас что идет? Обязательно использование смайликов. Дальше. Разговорная речь, да, разговаривайте по-простому с человеком, не надо писать заумные фразы. И третье. Постарайтесь вставлять больше фото и видеоматериалов. Тогда ваше общение станет более живым и, опять же, поможет вам сделать ту самую красочную презентацию, которая и выстрелит, и даст вам бронь. Лариса, если у вас какой-то вопрос, то напишите, пожалуйста. Так, седьмой момент. Это просто вообще золотое правило, основа основ, которая должна выполняться в 100% судьбе. То есть если какие-то моменты, там, пункты по утеплению контакта или еще что-то вы можете пропустить, то установление, назначение следующего шага должно быть у вас всегда. Каждый ваш контакт с туристом по телефону, в офисе, либо в переписке должен обязательно заканчиваться следующим шагом. То есть вы должны четко понимать, что будет происходить дальше, так же, как и ваш турист. То есть турист должен быть готов, что ему до завтра или там до вечера нужно обязательно посмотреть все варианты, нужно обязательно обсудить с родными и завтра вы ему уже позвоните. Тогда вы сможете избежать очень частую, да, неловкую ситуацию, когда вы звоните туристу, он говорит, я еще не посмотрел или мне нужно пообщаться с мужем и так далее. То есть я жду. Рекомендуете ли вы давать в переписке ссылки на сайты с отзывами? Смотрите, вот как раз это то, что относится к шестому пункту. Старайтесь всю эту информацию давать туристу самостоятельно. Безусловно, вы можете пользоваться той информацией, которая на сайтах-отзывиках. Но невозможно, да, знать все. И это бесценный кладезь информации от отзыва туристов. Но лучше... Да, спасибо, Лариса, большое. Лучше все это преподносить самим. Фотографии. Конечно, если это ваши фотографии, если вы были в этом отеле либо в этой стране, это будет вообще идеально. Но невозможно, чтобы у всех менеджеров так было. Опять же, начинающие менеджеры или люди, которые никуда не выезжали, они могут с таким же успехом продавать, если просто будут переваривать всю эту информацию, которая дана на сайтах с отзывами, и выдавать туристу, да, выдавать от себя. В интернете всегда можно найти какие-то фотографии, картинки, видеоописания, очень много именно блогов. Работайте с этим. Это вот как раз относится к шестому пункту, Татьяна, да, то есть вставляйте фотографии. Я тут не сильно отвлекаюсь. Назначение следующего шага. Значит, еще раз вернемся, да. Турист должен четко понимать о том, что он должен делать дальше, что будете делать вы и какой от него нужен результат, так же, как и вы. Поэтому всегда вы должны в конце разговора это проговорить. Да, как это может выглядеть? То есть, Татьяна, хорошо, давайте договоримся так. Я сейчас в течение получаса отправляю вам варианты на почту. Вы вечером их все обсудите с мужем, и завтра я вам перезвоню. Лучше, конечно, добавить, если вы человек ответственный, обязательно, что перезвоню вам в 10 утра. Это прям идеальный вариант. Если вы понимаете, что там лето, да, сезон, и вы можете просто физически не успеть набрать в 10 утра или человеку конкретное время, можете просто сказать, я наберу вам там в первой половине дня или с утра, или в обед, или вечером. Но следующий шаг должен быть назначен. Это обязательство, которое накладывается на туриста. Он чувствует ответственность. И тогда он старается выполнить. Но это здесь уже чистая психология идет, да. То есть ему неудобно вообще не посмотреть и никак вам не ответить. Да, спасибо большое. Да, продавать, конечно же, нужно работать не только для того, чтобы продать. Но это неправильно, получить деньги. Да, мы дарим эмоции, поэтому мы должны сделать так, чтобы турист вернулся доволен. Постоянные клиенты, безусловно, это кладезь, да. Ну, сейчас опять буду отвлекаться на то, сколько стоит новый турист, да, и сколько постоянный. Так, идем дальше, да. И восьмое правило – это аргументы срочности и важности. Я думаю, что все это знают, все этим пользуются, но не всегда правильно. Кто знает, что такое аргументы срочности и важности, кто этим пользуется, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Отлично. Отлично. Как обычно это происходит? Менеджер говорит, заканчиваются билеты, закончились там места в отеле, да, или, соответственно, эта стоимость может завтра поменяться и так далее. Но, к сожалению, большинство этих фраз, они уже просто не работают. Почему они не работают? Потому что туристы их слышат отсюда. Куда бы они ни пришли, всегда заканчиваются билеты, всегда это супер цена, которая завтра поменяется, и всегда там, я не знаю, это крайний номер в отеле. Не любите приемы, Галина. Но на самом деле без этого невозможно работать. То есть я могу вам сказать точно, что считать, что мы втюхиваем, да, что мы давим на туриста, и это неправильно. Почему? Потому что здесь, используя аргументы срочности и важности, мы прежде всего, прежде всего, проявляем заботу о туристе. Вот, может быть, сейчас кому-то это покажется фраза смешной, но это действительно так. Почему? Потому что если вы сегодня не донесете туриста мысли о том, что завтра этот тур подорожает, не знаю, там, пусть он бронирует новогодние даты или еще что-то, да, то есть если вы не донесете до него эту информацию, то он просто завтра увидит этот тур, подорожавший на 20 тысяч, и это будет проблема для всех. Это будет проблема для туриста, которому теперь либо надо отдавать 20 тысяч, да, либо как бы вообще будет испытывать дискомфорт, он может захотеть уйти в другое место, где ему найдут этот тур, да, без наценки в 20 тысяч и так далее. Это проблема для менеджера, которому придется начинать работу сначала абсолютно, с нуля, да, искать новый тур, который будет стоить адекватных денег для данного туриста. Если подешевеет вообще катастрофа. Ну вот смотрите, подешевеет. А вот подешевеет, это не проблема, потому что в туризме это происходит очень редко. Это какие-то вообще единичные случаи, то есть чаще всего туры всегда дорожают. Конечно, я не предлагаю вам торопить туриста аргументами срочности и важности о том, что вырастет цена на тур в сентябре на Куду, да, понятно, что это, скорее всего, будет неправда. Но если вы продаете ему тур с вылетом 1 января и возвратом 7, то здесь это вообще основной аргумент. Это забота в чистом виде, потому что уже завтра он этот тур не сможет купить. А когда турист купил сегодня, завтра тур подорожал, он слетал, спокойно отдохнул, он вернулся довольный, он привел вам других туристов, других. Здесь уже работает сарафанное радио. Если вы не нажали на него, если вы не привели аргументы срочности и важности, и он, не дай бог, не купил этот тур, пройдет просто отрицательная реакция. Вы потеряете и этого туриста, и, соответственно, и всех его друзей и знакомых. Поэтому не бойтесь, аргументы срочности и важности используем. Как их использовать? Успеваем мы обсудить? У меня тоже было, что дешевело, причем намного. Я тоже говорила, что может подорожать, потом неудобно было. Смотрите, коллеги, ну, почему я говорю, что это редкая ситуация? Ну, потому что это действительно случается не так часто. И когда тур дешевеет, во-первых, уже может не быть мест в этом отеле. Во-вторых, тур может висеть у туроператора просто с одним билетом. Были такие ситуации, да? Тур видит ценник, заходит в туроператор, висит один билет, никому не нужен, поэтому цена в половину меньше. Это бывает очень часто. Вот, поэтому вы всегда можете объяснить туристу. Во-первых, он забронировал отель, какой хотел, он забронировал номер, какой хотел, он забронировал нужные даты, какие он хотел, и не факт, что они сейчас есть, и что этот отель подтвердится. И эти аргументы, они работают с туристом, если его тур подешевел. А вот если он подорожал, вы теряете намного больше. И тур может подорожать у 10 человек, а подешеветь только у одного. Поэтому не надо бояться аргументы срочности и важности. Давайте по-быстрому, как их использовать. Их нужно обязательно использовать. Не просто, что нет билетов, нужно приводить аргументы, конкретные, численные. То есть можно рассказать ситуацию свою, например, что, Се, смотрите, у меня вчера туристы просто не успели положить деньги на карту, и, к сожалению, сегодня их тур подорожал на 20 тысяч. Вот это будет работать. Если вы просто скажете, вы знаете, в туризме живые цены, цены постоянно меняются, это не будет работать. Чем больше вы будете приводить конкретных примеров, конкретные ситуации, цифры, то тем более будет действен ваш аргумент срочности и важности. Он не будет смотреться, как манипуляция. Еще раз повторюсь, это будет заботой о туристе. Давайте побежим дальше, потому что если еще есть вопросы, поотвечаем хотя бы пять минут. Итого, восемь правил. Кто просил? Давайте еще раз повторим их. Первое. Это то, что приветствие ваше в переписке всегда должно быть полноценным. Это выделяет вас среди остальных. Турист вас запоминает. Опять же, это бесплатное касание с брендом и реклама для вас. Второе. Всегда... Да, выше... Уже редко работают аргументы жизни. Ну, я пока такого не наблюдала, чтобы это плохо работало. Чаще всего это работает хорошо. Может быть, надо подумать над формулировкой. Если вы хотите, напишите мне эту ситуацию, да, в соцсети, мы с вами обсудим, что там было не так, особенно если это в переписке, просто скрин пришлите, и мы поговорим на эту тему. Значит, всегда просите номер телефона. Обязательно. Такая у нас специфика работы. Без телефона, безусловно, очень сложно работать с туристом. Если он вам отказал, просите телефон снова. Дальше. Если он не дает по какой-то важной, уважительной причине телефон, или просто не хочет, не надо забивать на этого туриста, работайте с ним дальше, но обязательно проговаривайте, что будет происходить дальше, да, программируйте туриста, что дальше будет так-то, 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 и закончится все должно таким-то результатом. Никогда не ставьте точку. Введите диалог с туристом. Обязательно продолжайте. Задавайте вопросы. Вы ему ответили на ответ? Задавайте свой следующий. Да, то есть какой вопрос, конечно, нужно уже смотреть по ситуации. Обрабатывайте возражения в переписке. Как обрабатывать? Ну, вот я бы вам рассказала, но, к сожалению, тоже уже время мало. Кстати, если вот интересна работа с возражениями, могу отдельно для вас провести какой-то вебинар, пишите мне в соцсети, и если наберется достаточное количество желающих, мы прямо обсудим отдельно работу с возражениями. Аргументы срочности и важности. Используйте их. Не считайте, что это нечестная игра. Это реально забота о туристе. Отзывы. Почему отзывы важны, я думаю, никому не нужно объяснять. И возражениями. Ну, знаете что, сейчас, секунду по поводу возражений. Так. Давайте так поступим тогда. Я сейчас вам ссылочку отправлю. Если нужен вебинар по работе с возражениями, просто напишите под этим постом. Хочу вебинар по возражениям. И, ну, если хотя бы там 100 комментариев наберется, мы его обязательно проведем. Отзывы. Почему они важны? Сейчас, когда очень сложная ситуация, когда она может действительно повлиять на туристов, они будут бояться бронировать, собирайте все положительные отзывы о вашей работе. А вот тут посылочки. Пения Сергея. Перейдите, пожалуйста, которую я вам отправила. Я не знаю, как ее зафиксировать. Может быть, помогут мне организаторы. Вставляйте эти отзывы себе в соцсети. Да, сториз. Вообще великолепный инструмент. Постоянно сохраняйте их и делайте сториз с отзывами. Вот здесь я вам даже, кстати, привела вариант, когда турист остался недоволен. Обязательно обрабатывайте негатив. Не бросайте туриста в сложные ситуации. Не надо молчать. Если вам неудобно что-то ответить, постарайтесь ему объяснить. Донести ситуацию. Это тоже очень важный отзыв. Особенно, если он написан в группе. Если все отзывы будут положительные, само собой, никто не будет в них верить. Но если там будут ситуации сложные, обработанные вами, и еще чаще, достаточно часто турист пишет, да, спасибо, мы разобрались. То есть у нас там, допустим, проаннулирован, деньги пишут, турист не вернулись. Мы обязательно обработаем отдел сервиса, отправим все документы им, и турист пишет, да, спасибо, разобрались, деньги пришли. Все супер. Поэтому, пожалуйста, сохраняйте все отзывы. Ну, безусловно, просите, когда турист прилетел, но сейчас немножко другая ситуация. В условиях кризиса просто добрые слова, которые пишет вам турист, скриньте. Копите их, публикуйте в своих соцсетях и работайте с негативом. Как попросить туристов писать отзывы? Ну, вот уже 56 минут, будет не очень удобно. Пишите вопросы мне на страничке, да, постараемся с ними работать. Я стараюсь вам на все ответить, да. И как, соответственно, брать отзывы, без этого вообще невозможно работать, да. То есть это очень важный инструмент. Его нужно всегда использовать. Так. Запись должна быть, да. Все они, по-моему, сохраняются, вебинары на сайте Profit Travel. Можно будет перейти и посмотреть записи попозже. Ну, и такой. Не переключается у меня слайд. Как переключить? Вот так. Вот. Ну, и самый главный вопрос, да, это то есть как понять, что больше писать не надо. То есть если вас заблокировали, больше писать точно не надо. Если турист еще вас не заблокировал, работайте с ним, пожалуйста, не бросайте его. Потому что очень легко забронировать тех, кто хочет сам. Но увеличить свои продажи, да, увеличить количество брони и заработать большую зарплату можно только за счет тех, кто сомневается, кто не уверен, кто просто проходил мимо, а вы его уговорили забронировать. То есть это прям вот очень ценные туристы. Именно за счет них возможен рост. Поэтому, пожалуйста, работайте, не бросайте их. Спасибо большое, коллеги. Спасибо, что вам понравилось. Вот. Спасибо большое организаторам, да, и комитету по туризму города Москвы, и Profit Travel, и вам спасибо, что вы слушали. Надеюсь, что было полезно. Самое главное, ребят, обязательно применяйте, да, применяйте то, что вы услышали. Если, вот, кстати, если вы хоть один пункт себе выписали, поставьте мне, пожалуйста, восклицательные знаки, и это будет вашим обещанием, что вы его воплотите в свою работу. Это будет для меня самая главная награда, да. То есть если вы сможете что-то, что я вам рассказала, сразу внедрить. Ну, когда появятся туристы, хотя отзывы можно собирать уже сейчас. Отлично, спасибо. Спасибо. Так, все тогда. Спасибо, да, и вам тоже. Всем спасибо. По ссылочке будут доступны. Записи. Кто что-то не досмотрел, можно будет пересмотреть. Все, друзья, пишите мне в соцсети, у кого какие остались вопросы. Постараемся это все осветить. Да, организаторам огромное спасибо, это точно. Все, отключаюсь. Счастливо вам, хорошего дня. Смотрите, еще очень много выступлений интересных впереди. Не будем отвлекаться. Все, счастливо, до свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok